Но если курс пойдет ниже этой линии, мы вернемся к разговору о новом сильном снижении. На самом деле мы имеем дело не с реальной попыткой сбалансировать наполнение бюджета, а с банальным популизмом. Но такое послабление одновременно увеличивает риски банкротства банков. Международный валютный фонд. И он прогнозирует новую волну распродаж на фондовом рынке. Рад приветствовать на канале Коинпост. Если вы когда-либо завидовали красивой жизни на Уолл-стрит, то у меня для вас хорошая новость. Топовые менеджеры базирующихся там компаний могут недополучить 20% финансовых бонусов, а многих рядовых сотрудников вообще уволят и заменят компьютерами. Единственное, что еще держит их на работе, так это жадность компаний, которые думают, как бы так выгнать людей и не сильно потратиться на выходные пособия. Вот такая горькая правда жизни. И сегодня мы поговорим о еще более суровых вещах, таких как угроза падения фонда Уорренка, которая показывает как графики, так и ожидает МВФ. Обсудим новый налог для россиян, который должен коснуться богатых, и так ли это на самом деле. И отдельно разберем ситуацию с банковской системой США, которая провалила стресс-тест, и власти уже принимают меры для ее поддержки. А акции тем временем летят вниз. Спасибо всем, кто остается вместе с Коинпост. А новых зрителей приглашаю присоединиться к нашему сообществу. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Мы начинаем. Начинаем с обзора рынков. И бойтесь тех, кто занимается дневной торговлей. Потому что индекс S&P 500 снова пришел к отметке в 3000 пунктов. Прошлая распродажа в марте началась именно с этой отметки. А еще там же проходит 50-недельная скользящая средняя. Дональд Трамп и ФРС уже сделали чудо, поломав сценарий двух предыдущих кризисов на графике. Но если курс пойдет ниже этой линии, мы вернемся к разговору о новом сильном снижении. И это окажет как минимум психологическое воздействие на рынок акций в сторону продаж. В целом, всю неделю фондовый рынок торговался разнонаправленно, что объяснялось противоречивыми новостями. С одной стороны экономика восстанавливается, а с другой темпы очень скромные. Крупным компаниям нужны миллиарды долларов и евро государственной поддержки. А тут еще и новый карантин маячит на горизонте. Но про него мы поговорим в финале ролика. Относительное спокойствие на рынке нефти. Там в течение прошедшей недели цену сначала попробовали качнуть до 44 долларов за баррель марки Brent. После чего старались опустить ниже 40 долларов. Но в целом прогноз о том, что рынок находится в состоянии баланса и цена не может вырасти, пока не появится спрос, но и не падает из-за сокращения добычи. Пока себя полностью не оправдывает. Что интересно, в США на этой неделе даже несколько раз нарастили добычу нефти и их запасы подросли, что естественно напугало рынок. Но по Европе и Азии баланс выдерживается. И это держит цену. На фоне снижения цены акций и неопределенности по нефти, прошедшая неделя оказалась удачной для золота. Цена поднималась выше 1770 долларов, обновив максимум с 2013 года. Но рост довольно сдержанный. Ведь причин для массового перекладывания активов в золото пока не наблюдается. А далее поговорим о вещах более насущных. И начнем с нового налога в России. Как говорится, нет дыма без огня. И слухи о введении налога на богатых подтвердил лично президент России. Так что готовьтесь, господа толстосомы, раскошелиться на благо Родины, потому что пришло время социальной справедливости. Но это не точно. На самом деле мы имеем дело не с реальной попыткой сбалансировать наполнение бюджета, а с банальным популизмом. Ведь чего на самом деле хотят люди? Рискну предположить, что это или больше зарплаты, или меньше налогов с этой зарплаты. А вместо этого им дали так называемую социальную справедливость, когда зарплаты и налоги остались те же. А вот богаты якобы станут платить больше. И это должно греть душу по принципу «сам сижу в глубокой заднице». Но вот сосед богатый заплатил вишню тысячу налога, и жизнь стала казаться немного лучше, немного справедливее. Так называемый запрос на социальную справедливость подразумевал, что бедным станет легче жить, что наполнение бюджета будет смещено в сторону богатых. Но поборы с бедных оставили на предыдущем уровне, а налоги для условных богатых подняли настолько незначительно, что для них изменится очень мало. Так, согласно предварительным оценкам, новый налог коснется от 250 до 100 тысяч человек. Примерно столько россиян имеют доход свыше 5 миллионов рублей в год. При этом многие легко уклоняются от его уплаты. Ведь сейчас речь идет о доходе конкретного человека, а не семье. Переложил часть зарплаты в конверт или переписал на жену. И вот вы оба уже бедные, и никаких повышенных налогов. Но даже без подобных махинаций повышение НДФЛ касается только суммы свыше 5 миллионов рублей. Если это будет тысяча рублей, то и повышенный налог будет уплачен лишь с тысячи рублей. Таким образом, всего будет собрано около 60 миллиардов рублей. При запланированных расходах бюджета страны в 19,5 триллионов рублей на 2020 год. Это как бы вообще ни о чем. Кроме того, эти средства, во-первых, уйдут на целевые программы по лечению детей. Что как бы хорошо в теории. Но на практике большинство людей не заметят данной помощи. И новый налог является региональным. То есть в основном будут платить в Москве и Санкт-Петербурге. И там же будут и тратить. Что еще больше сужает спектр тех, кто мог бы воспользоваться подобными льготами. Итого у нас две новости. Хорошая и плохая. Хорошее то, что новый налог появится, но конкретно тебе не надо платить больше. Плохая в том, что никакой социальной справедливости на самом деле не произошло. И это банальный пиар по случаю одного конкретного голосования. Что ты думаешь касательно нового налога? Я узнаю из комментариев. Если согласен, можешь просто поставить лайк. И все-таки Уоррен Баффет что-то знал, когда продавал акции Goldman Sachs. Речь о стресс-тестировании банковской системы США. Которая показала не самые оптимистичные результаты. Поэтому им запретили проводить выкуп собственных акций. А также наложили ограничения на выплату дивидендов. А рынки на подобное отреагировали закономерным образом. Начав распродавать акции банков. Вот несколько примеров. Минус 8% по Goldman Sachs. Минус 5% по JP Morgan. Минус 6% для Bank of America. И минус 7% для Wells Fargo. И на этом закончим. Тенденцию, я думаю, все поняли. Интересно, что власти США решили не завалить банки тупо деньгами для их поддержки. А пошли на послабление свода законов. Известных как правила Волкера. Эти законы ограничивают торговлю банков на рынке ценных бумаг на собственные средства. Их приняли для того, чтобы снизить риски повторения кризиса 2008 года. Который, как считается, начался с краха банка-гиганта Lehman Brothers. Теперь же, с 1 октября 2020 года, власти США снимут часть ограничений в рамках правил Волкера. Это позволит им освободить из собственных резервов порядка 40 миллиардов долларов, а также нарастить инвестиции в венчурные фонды. То есть, данная мера направлена на то, чтобы банки смогли больше заработать. Но такое послабление одновременно увеличивает риски банкротства банков, если их инвестиционные идеи окажутся ошибочными. Итого, вероятность повторения истории Lehman Brothers стала еще немножко ближе со всеми вытекающими. Дальше у нас финальная тема финансового дайджеста. Поэтому перед ней я традиционно попрошу всех, кто еще не подписался на канал, сделать это. Ваша поддержка – это лучшая мотивация для продолжения работы. Спасибо капитану Очевидность за то, что предсказал наступление новой распродажи на фондовом рынке. В ролик капитана выступил Международный валютный фонд, и он прогнозирует новую волну распродаж на фондовом рынке в случае возобновления жесткого карантина или усиления напряжения в международных отношениях. Последнее, вероятно, является намеком на риторику США в отношении Китая и Европейского Союза. Так на этой неделе был интересный прецедент, когда представители власти США официально объявили о полном разрыве торгового договора с Китаем. Но потом Дональд Трамп написал в Твиттере, что ничего такого не было, и все в порядке. А еще все больше слухов о том, что США и Европа готовятся пройтись торговыми санкциями друг по другу, что для Америки может и нормально, а вот Европейскому Союзу может выйти приличным боком. Есть и третий вариант, о котором говорили в предыдущем выпуске финансового дайджеста. Речь о том, что подобные нападки Трампа на всех могут быть показухой ради победы на выборах, и на самом деле никаких торговых войн не существует. Что касается повторного карантина, то рост числа заболевших, когда ряд стран выходит на новые максимумы по приросту зараженных, никоим образом не сказывается на введение повторных ограничений на работу, бизнес и свободу передвижения. Этим пугают, но ничего не делают. И причина очевидна. Власти не готовы повторно закрывать экономику. Так что рассчитывать остается только на собственный иммунитет. Но зато меньше угроз для фондового рынка. Напишите в комментариях, ведут ли повторный карантин когда-либо и сбудется ли в таком случае прогноз от МВФ. Я же приглашаю вас подписаться также на нас в Телеграм, чтобы оперативно узнавать обо всех ключевых событиях. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры сделал DimaTorzok